Всем привет! Я очень рад вас всех видеть сегодня. Приятно, что столько народа пришли послушать про гексагональную архитектуру. Мне на самом деле всегда очень приятно выступать в Минске, потому что я родился и очень много лет прожил здесь, до 23 лет, перед тем, как уехал в Киев. Поэтому мне очень радостно, что в Минске происходят какие-то большие мероприятия, проводятся конференции. Поэтому я всегда с радостью приезжаю делиться знаниями. Поэтому я очень рад быть здесь. Спасибо вам большое, что пришли. О чем будет сегодня наш доклад? Мы поговорим про такую штуку, как гексагональная архитектура. Это совершенно не новая вещь, вот прям абсолютно не новая. О ней говорили и 10 лет назад, и 20 лет назад. Но, получается, большей частью говорили, и мало кто делал. А сейчас этот топик опять стал очень горячим, ввиду того, что поменялась основная, скажем так, механика того, что мы делаем с вами. Появились микросервисы, появились различные платформы для разработки, такие как Spring Boot. Вот сегодня кто-то ходил, наверное, на доклад по Quarkus, такому легковесному нейтив Spring Boot на стероидах. Вот. Появляются многие новые решения, новые инструменты, и поэтому гексагональная архитектура, стал топик все выплывать опять на поверхность. И поэтому стоит об этом говорить, стоит ее пропагандировать для определенных вещей. Ну вот об этом мы сегодня и поговорим. Судя из того, как у нас видно все на проекте, я не уверен, что мы будем смотреть код. Вот. Потому что это будет видно только тем, кто занял лакшери места. Поэтому я вас просто отошлю потом на более такой продвинутый, долгосрочный доклад, долгосрочную версию, где вы сможете там и в коде что-то посмотреть. Сегодня поэтому такой полутеоретический будет. Итого. Давайте познакомимся. Меня зовут Николай Леменков. Достаточно долгое время я занимаюсь IT, поэтому в Украине на одном известном ресурсе меня назвали Львом Толстом украинского IT. К сожалению, не белорусского, потому что когда белорусская IT развивалась, я мигрировал в Украину и развивал его там. Я достаточно давно занимаюсь разработкой. Более 14 лет я занимаюсь Java разработкой. Большую часть своей карьеры я занимался как Java технический лид, технический менеджер. И уже сколько? Более двух лет я ушел полностью в консалтинг. Параллельно консалтингом я занимался с 2009 года. А последние два года я целиком работаю сугубо в консалтинге. Но это везде хендзон консалтинг. То есть это обозначает, что я не прихожу, не рисую людям красивую диаграммку будущей жизни и говорю удачи вам и ухожу. А я прихожу и помогаю им добиться каких-то результатов. Если надо делать это своими руками, я делаю это своими руками. Если чужими руками, то чужими руками. Зависит от обстоятельств. Поэтому за последние два года я перебывал в куче разных официальных должностей, начиная от деливери лидов и заканчивая VP of engineering и CTO, в зависимости от того, какую задачу надо было решить. Давным-давно, когда еще в Украине не было такого насыщенного IT, как сейчас, мы основали тренинговый центр XP Injection, начали развивать очень сильно конференционное направление. Делаем три большие конференции, которые стали фактически плацдармом текущей конференционной ситуации в Украине. У нас очень много конференций, очень много митапов по всему, чему только можно. Почему я рассказываю про вот эти три конференции, которые мы делаем? Потому что мы огромное усилие вкладываем в то, чтобы все материалы выкладывать в открытом доступе и делать такую базу знаний. Мы делаем очень качественное видео, где вы можете прийти и посмотреть очень много интересного материала. Конференция J.E.Conf посвящена Java и всему, что касается Java. Конференция Selenium Camp посвящена автоматизации тестирования. Конференция XP Days посвящена архитектуре, инженерным практикам и DevOps направлениям. То есть таким образом мы охватываем практически весь пласт того, что происходит в IT, кроме бла-бла менеджмента, бла-бла agile и прочего. Проще всего найти материалы и информацию о моих выступлениях. У нас на сайте XP Injection есть такой замечательный раздел материалов. Там все можно найти. Раньше я вел блог, потом блоги стали немодными, потому что надо много усилий писать статью. Никто ее не читает или кто-то читает, но ему не нравится. В общем, усилия этого не оправдывают. Все перешли в каналы. Телеграм-каналы – это на самом деле очень классный способ коммуникации. Один ко многим или многие ко многим, которые превращаются в хаос. Поэтому я завел телеграм-канал, наверное, полгода назад. Сейчас там около 2,5 тысяч людей. 2,3 тысячи, по-моему, что-то такое. XP Injection Channel. Если у вас есть телеграм, присоединяйтесь. Там я пишу много всего интересного. Вы не пропустите тогда много разных и анонсов, и новостей, и мнений, и разной прикольной информации. Это, в принципе, все обо мне. Я буду рассказывать все, что сегодня буду рассказывать. Базируется на моем личном опыте. Мне никто за это не платит. Это мнение не принадлежит никакой компании. Поэтому если у вас есть какое-то другое мнение, если у вас есть другой опыт, приходите, делитесь, подходите на перерыве. Мы с вами его с удовольствием обсудим и подискутируем. Вся тема крутится вокруг такого интересного топика, как domain-driven design. Кто слышал когда-нибудь о domain-driven design? Поднимите руку. О, смотрите, как много рук. Все мы когда-то слышали. Почему? Потому что бог весь, когда начали про это говорить. Эрик Эванс когда-то давным-давно написал книжку замечательную. Вот ее обложечка одного из изданий. Соответственно, Мартин Фаулер написал к нему предисловие. Прямо вот два таких столпа современного и несовременного, даже уже старого IT. Сказали, это классно. Кто когда-нибудь что-то слышал плохое про domain-driven design? Один человек, два. Обычно domain-driven design – это всегда зашибись. Все говорят о domain-driven design в позитивном ключе. Все говорят, вот если бы у нас был, конечно, domain-driven design, то тогда бы мы зажили. Или вот я был на проекте, там был domain-driven design, было все лучше. Никогда не слышал такого, что сказали, вот domain-driven design все испортил. Вот мы начали по domain-driven design применять, и все стало плохо, плохо, плохо. Никогда не слышал. Но на самом деле, когда люди начинают применять, получается примерно вот так. Почему так происходит, мы сейчас разберемся. Потому что изначально, когда вы начинаете читать какую-то книжку или смотрите какие-то презентации по поводу domain-driven design, вам говорят, смотрите, все очень просто. Вот так выглядит domain-driven design. И тут появляются, вы начинаете читать сначала в кружочках, потому что кружочки большие, они привлекают внимание. И вы говорите, там, сервис, о, сервисы я знаю, да, там, value object, что-то слышал, entities, это ладно. Агрегаты, вообще непонятно ничего, да, фабрики, о, фабрики знаю, на собеседованиях спрашивали. Репозитории, я пишу репозитории, да. Лейерная архитектура, о, это то, что мы делаем. И вроде как выглядит более-менее, потом вы начинаете читать стрелочки, и происходит вот примерно вот так. Что-то кого-то инкапсулирует, кто-то кого-то агрегирует, и становится непонятно, как это все имплементировать, да. Где реальная жизнь, а где вот эти стрелочки, вот. Поэтому давайте разберемся. Нас по этой презентации периодически будет преследовать вот такой персонаж Тони Робинс. Кто-то знает Тони Робинса? Поднимите руку. Это дядя, который говорит абсолютно очевидные вещи и получает бешеные деньги за это, да. То есть там, чтобы быть успешным, старайтесь. Все, вау, yeah, come on. Вот. И поэтому Тони Робинс будет нам иногда помогать, приходить к каким-то очевидным выводам. Вот, например, первая подсказка от Тони, он говорит, лейерная архитектура должна иметь лейеры. Мы это понимаем, и поэтому мы гуглим какую-то лейерную архитектуру в гугле, и первая картиночка, которую мы находим, я ее называю лейерной архитектурой для детей. То есть мы видим три лейера, да, это универсальная картина мира, да, все можно представить тремя лейерами, пока не найдено ни одной вещи, которую невозможно изобразить вот ни этой картинкой. Первая – это юзер интерфейс, это то, с чем вы взаимодействуете. Вторая часть – это бизнес-логика и дейта. Ну, и уже пририсовали сбоку, видите, не совсем лейерно, да, то есть немножечко картиночка нарушена. Говорят, ну, если же вот это все сделать, оно же должно где-то крутиться. Говорят, ну, вот же инфраструкция. Все, теперь все сошлось, да, всему нужна инфраструкция. И вы понимаете, что так, ну, мало где бывает. То есть на самом деле есть картиночка уже более серьезная, вот, более такая для серьезных ребят. В чем она заключается? Что юзер интерфейс, он уже выделен такой тоненькой полосочкой, и говорится, это то, что есть в браузере консольная команда, там совершенно неважно. А под юзер интерфейсом есть замечательный презентейшн слой. Это где у нас контроллеры, которые трансформируют и готовят вьюхи, которые потом потребляют этот юзер интерфейс. У нас внизу есть аппликейшн, там сервисы, вент-листинеры, контроллеры, аппликейшн. Контроллеры, внимание, это разные вещи. Вот, а внизу доменная модель. Это то, что наш бизнес представляет себе, да, это то, что мы взяли из бизнеса по-хорошему и симулировали. Помните такую штуку, как объектно-ориентированный мир? Мы для чего этот объектно-ориентированный мир строили? Не для того, чтобы прийти к бизнесу и сказать ему, смотри, у нас есть три класса. Контроллер, сервис и репозиторий. Он говорит, так наш продукт не об этом, не о сервисах, репозиториях и контроллерах. А его задача увидеть и наша задача как программистов симулировать реальный мир. То есть там ордер какой-то, юзер, еще кто-то, для того, чтобы было понятно, что происходит. Это же наша задача. И получается вот тут как раз доменная модель. Там у нас доменные сервисы, доменные венты, энтити, коллекции и так далее. Есть persistent layer. Там репозиторий, query object, ORM и все вот эти, которые мы используем. Есть data layer. Это значит, что там у нас, возможно, какой-то движок поисковый, возможно, трансформация запросов, нейтивные запросы, database server и так далее. Вот это уже такая более реалистичная картинка. То, что мы видим в реальной работе, а не вот ту примитивную. И infrastructure, конечно. Приветствую. Все идут в infrastructure, кроме UI-левела. Хотя, если по-честному, UI-левел тоже идет в infrastructure. Браузер же сам собой не появляется. Он же как-то установился. И консолька как-то установилась. То есть это тоже своего рода infrastructure. Соответственно, когда мы вот такую картинку видим, то фактически она у вас реализована почти в любом вашем продукте, который вы делаете, то мы начинаем играть в очень интересную игру. Игра называется «Помоги Даше найти бизнес-логику». Потому что часть бизнес-логики потерялась где-то на UI-ке. Правильно? У нас же эти модные, новомодные аппликейшены с толстым клиентом, где там переходы, часть реализованного юзкейса, она там. Часть мы написали, например, валидацию, поместили где-то на уровне HTTP контроллеров и сказали, здесь будет вся валидация. Потом где-то мы забубенили здоровенный квери в базу данных, в котором вложили часть логики по фильтрации данных и так далее. И где-то у нас есть сервис, в котором две строчки. Там типа «Возьми юзера и вызови квери». И мы такие «Вот, бизнес-логика». Получается, что бизнес-логику назад понять вообще нереально. То есть ты берешь любой современный аппликейшен, открываешь его, открываешь там сервис, и в нем, моля, 10% бизнес-логики, а все остальное где-то. То есть получается, я как программист, который пришел, впервые увидел этот аппликейшен, я физически, ну, шансов понять у меня всю бизнес-логику вообще нет почти. Получается, Тони, посмотрев на это, сказал бы, что бизнес-логику легче понять и найти, если она находится в одном месте. Тони абсолютно прав. Поэтому давайте начнем с основ. Как же добиться того, чтобы она была в одном месте и как прийти к этому радужному миру? Основы заключаются в том, что изначально у нас есть кто-то, кто является заказчиком нашей системы. Неважно даже, если это вы сами. Есть кто-то, кто двигает этот процесс вперед. Тот, кто владеет бизнес-требованиями. Тот, кто приходит и говорит, надо сделать что-то потому-то. То есть какая-то первопричина должна появляться. Софт без первопричины нет смысла писать. Вы просто выкинете время, и им никто не будет пользоваться. Поэтому изначально есть заказчик, есть некие актеры. Актеры – это кто? Это тот, кто потенциально будет использовать ваш софт. И есть что? Но софта еще нету его. Подождите, не торопитесь. Софт так быстро не появляется. Что еще есть? Вот есть заказчик, актеры и… Программистов еще не наняли даже. Подождите опять. Есть юзкейсы. Есть юзкейсы использования вашей системы. То есть почему и как будут использовать вашу потенциальную систему. И все по-хорошему должно начинаться именно с этого. То есть если вы не представляете, кто и почему, с какой целью и как планируют использовать вашу систему, не пишите эту систему. Она получится хреновой. Заведомо. Понятное дело, что требования могут меняться, юзкейсы могут быть ошибочными изначально, потому что вы попробовали самый важный юзкейс и сказали, наверное, они у нас там что-то купят. Вы попробовали его реализовать, выпустили, никто ничего не покупает. Вы говорите, блин, давайте им бесплатно это давать, а купят они вот здесь. Но все должно двигаться от юзкейсов. То есть юзкейс – это самая важная часть. Если вы не понимаете юзкейса, то дальше нет смысла ничего разрабатывать. Соответственно, дальше, следующим, что должно появляться из юзкейса, это так называемый bounded context. Что это такое? Вы берете доменную модель ваших юзкейсов. Что такое доменная модель? Давайте посмотрим на любой продукт, например, e-commerce какой-то. У вас есть понятие товар, у вас есть понятие заказ, у вас есть понятие check-out, у вас есть понятие total, у вас есть понятие invoice. Это все бизнес понятия. Бизнес, разговаривая с вами, как с архитекторами, разработчиками, тестировщиками, бизнес-аналитиками, оперирует этими понятиями. Он не говорит, напишите сервис и два контроллера. Всем по барабану на ваши сервисы и контроллеры. Всем самое главное, чтобы был реализован юзкейс. Когда вы говорите про бизнес-домен, там оперируют бизнес доменными сущностями. Bounded context – это связка доменных сущностей, которая более-менее независима от других доменных сущностей. Я сейчас приведу несколько примеров. Эти несколько слайдиков взяты из презентации одного из, скажем, евангелистов domain-driven design, который пишет сейчас книжечку «Современный domain-driven design». Можете потом пойти посмотреть и видео, и презентации. Мы же пару слайдиков просто оттуда вырежем для показательности. Давайте приведем пример. Предположим, мы пишем какое-то конференционное приложение, которое должно вот такую конференцию обслуживать. Что будет bounded контекстами? Первый bounded context будет, например, reservation. То есть это значит, что ваши регистрации. Вы будете иметь такое понятие, как участник, адрес, компания, что угодно. Это будет набор сущностей, которые будут изолированы. Ведь когда вы участник, а я спикер, мы с вами вообще никак не пересекаемся, кроме пока я не пришел и начал вам рассказывать доклад. Наши все бизнес-сценарии, они не пересекаются в основном до доклада. Это значит, что мы, в принципе, более-менее изолированы. Другой пример – event management. Сделать расписание, подготовить ланчи и так далее. Это никак не пересекается с вашей регистрацией. Вы же не готовили ланч здесь? Я надеюсь, по крайней мере. Вы зарегистрировались, вам дали тикет, вы сказали, все, я потом приду на конференцию. Возможно, новости какие-то еще присылали. Это notification. Вот. Бейджи. Вам напечатали бейджи, правильно? Вот есть бейджи. Согласитесь, что бейджи – это тоже независимый контекст, потому что вы могли прийти и вам сказали, а бейджи у нас нет, вам просто QR-код налепим и будете ходить. И бейджи, вот эти бейджи я могу заказать для любого мероприятия. То есть, по-хорошему, бейджи, bounded context, и все, что касается бейджи, может быть применено к чему угодно. Bounded context – ими очень удобно размышлять в современном мире, и почему к ним так вернулись и начали говорить про эти очевидные вещи, которые Тони бы сказал, ну, bounded context – это классно. Потому что стала задача перед многими сплитить большие доменные модели на микросервисы. И ни хрена не понятно, как их разделить. У вас есть большая-большая доменная модель, вы ее нарисовали, и непонятно, что взять в микросервис. Берешь одно, но у тебя нет другое, третье, пятое, десятое, и все опять втянулось в микромонолит. Ты попробовал наново, потянул за другую entity, и опять все втянулось. Ты говоришь, блин, хреново как-то получается. И поэтому опять вспомнили про bounded context. И тогда мы, разрисовав всю нашу доменную модель, можем выделить эти bounded context, вот эти вещи более-менее независимы друг от друга. Это значит, их можно спокойненько растянуть по микросервисам, и они будут жить независимой жизнью. Следующая штука – это entity. Что вообще такое entity? Entity представляет некий бизнес-домен. Это очень важно. Это некое понятие из бизнеса. И вторая важная особенность entity, что каждая entity имеет свой уникальный identity. То есть мы можем сказать, это заказ номер 13. Это участник с e-mail таким-то, или что уникально идентифицирует вас. Потому что если вы будете регистрироваться, например, на конференцию 10 тысяч раз, вы поломаете всю работу организаторов. И поэтому должен быть некий уникальный ID за каждым из таких участников. Если мы говорим про товар, то явно у него тоже есть свой уникальный идентификатор. То есть все вещи, которые есть, они имеют, все entity имеют уникальный идентификатор. Это очень важно. Пример – это заказчик, доставка, кредит и так далее. И каждая сущность живет своей собственной жизнью. Какая-то сущность может создаться и никогда не меняться. Это нормально. Нет такого, что все сущности обязательно должны иметь крут. Это совершенно не факт. То есть, например, можно создать заказ, но удалить заказ нельзя из системы. Можно его заканцелить, но заказ удалить никогда нельзя. Это для примера. Так же, как и с payment. Нельзя удалить payment. Можно его отменить, можно сделать антипэймент, можно сделать возврат, можно сделать все, что угодно, но не удалить. Следующее – это value object. Это очень простая штука. Value object – это некое понятие, которое говорит о том, что нет у него никакого identity, то есть оно ничем уникально не идентифицируется и служит в основном для того, чтобы выражать вещи в домене, которые не живут своей собственной жизнью. То есть, к примеру, мы говорим 10 долларов. Это просто 10 долларов. У них нет какого-то уникального ID. В нашем мире, конечно, есть. Помните, там номер такой есть, который их уникально идентифицирует. Но мы же им не пользуемся. Никто не сравнивает. Покажи свои 10 долларов, не тот ли там ID. Мы просто говорим, это 10 долларов. Если я отправил из пункта А в пункт Б 10 долларов, то это просто 10 долларов. То есть, это некое уже зафиксированное immutable, то есть, неизменяемое понятие, которое мы создаем для того, чтобы перетрансформировать данные из точки А в точку Б. Это value object. Агрегаты. Агрегаты – это такая штука, которая агрегирует несколько entity вместе. Ну, вот, например, классический пример. Вы хотите сделать заказ. В заказе вы заказали несколько товаров. То есть, каждый из этих кусочков заказа представляет из себя order item. То есть, у вас есть order, у него есть группа order item, у них есть total, у них, возможно, есть shipment. То есть, получается, что сам заказ – это некая группировка глобальная. Получается, агрегат – это нечто большее. Обычно агрегат имеет, ну, это правильно спроектированный агрегат, он имеет некую рутовую entity. То есть, это значит, что от нее все идет. К примеру, с orderом это может быть order information. То есть, самая главная информация о заказе, когда, кем был сделан и так далее. А все остальные сущности, которые он присоединяет уже к ней, это то, как он их агрегирует вокруг себя. То есть, фактически, у самого агрегата нет идентификатора однозначного идентифицирующего, но он оборачивает какую-то ключевую сущность, а вокруг нее уже строится все остальное, что он агрегирует. Почему так важны агрегаты? Потому что агрегаты фактически зачастую как раз и определяют контекст вот этой bounded модели. То есть, если я имею, например, ордера, то вот все то, что собирается в этот агрегат order и является моей целостностью модели, все то, что не собирается в ордер, оно может существовать в других bounded контекстах и не должно быть вместе со мной. и вот опять же хотел бы вам заметить, что очень важно, что именно микросервисный мир опять поднял эту тему, потому что очень важно разделять правильно доменную модель на микросервисы, которые получаются независимыми и действительно микросервисы. Соответственно, агрегаты должны быть сравнительно небольшими, к ним можно обращаться по тому identity ключевой вашей сущности и правило говорит о том, что консистентность внутри агрегата, то есть когда я сохраняю ордер, не имеет ни малейшего отношения с консистентностью всего вокруг. И вот это самая прикольная штука, почему раньше с этими агрегатами у вас столько было, ну кто пытался когда-нибудь это реализовать на практике, почему столько было проблем в монолите. Потому что в монолите была тенденция к тому, чтобы где-то там открыть транзакцию, потом нагадить в эту транзакцию со всех сторон, с которых только можно нагадить, то есть добавить туда ордеры, шипмент, изменения в юзере, и еще в чем-то, и еще в чем-то, и потом сказать, давайте закоммитим это все. То есть вы делали не одну операцию, тамарную, где говорили, я сейчас поменяю только ордер, все, он поменялся, теперь я поменяю только юзер. Нет, вы все гадили в одну транзакцию и говорили, это консистентность. Теперь либо все, либо ничего. И поэтому, конечно, было тяжело выделить какой-то bounded контекст, потому что вы одно что-то пытались вытянуть куда-то, вам говорили, так не будет консистентности. Ты же его вытянул из транзакции, теперь если он в отдельной транзакции, ни хрена нет консистентности. И говорили, тащи его назад. И в итоге получалось, что монолит сам защищает себя от того, чтобы его растащили. Вот это одна из больших проблем, которые существуют. Вот, теперь вещи стали чуть попроще. Теперь мы понимаем, что у нас есть entity, соответственно, entity играет роль рута в агрегатах, инкапсулируется внутри агрегатов, чтобы доменная логика реализовалась в агрегате над всеми сущностями, которые в ней инкапсулированы. Репозиторий дает возможность доступаться как к entity, так и к агрегатам. То есть, если вы хотите кого-то из них получить, вы идете в репозиторию и говорите, а дай-ка мне вот этот ордер, а дай-ка мне ордер, там, не знаю, айтемы, а дай-ка мне вот это. Вот, у нас есть value object, которые тоже представляют доменную модель и служат для того, чтобы передавать данные. Создаются value object, могут создаваться самостоятельно, могут с помощью фабрик, ну и агрегаты могут тоже создаваться с помощью фабрик. Вроде как стало все ясно. Лейерная модель осталась вот такой, очень лейерная архитектура осталась очень интересной штукой. И вот тут как раз приходит понятие гексагональной архитектуры. И многим, многие вот когда услышат, мы пока не услышали ничего про гексагональную архитектуру, да, мы пока про основные понятия domain driven design услышали. И вот, когда люди приходят к архитектуре, к тому, какой архитектурный они склоняются почему-то, я не знаю, почему у нас такое происходит, они склоняются только к одному стилю. Вот все делать одним и тем же молотком. Приходишь к любому аппликейшн, говоришь, всегда лейерный. Все, вот я верю в лейерную архитектуру, должно быть так. Не важно, что мы делаем, всегда делай так. На самом деле мир просто очень разный и задачи очень разные перед нами стоят. С микросервисами мы это больше ощутили, потому что микросервисы стали разными. Раньше было оправдание для этого. Мы брали большой монолит, находили хотя бы маленький кусочек, которому нужна была лейерность и говорили, ну вот видите, почему все лейерно. Ну и все остальное начинали раскладывать по лейерам. Не получалось, получалось коряво, не знали, куда на какой лейер запихнуть, запихивали хоть куда, но двигались вот таким вот образом. Давайте разберемся, какие, вот несколько примеров, какие архитектуры для архитектурной стили и для чего нам нужны. Вот представьте, что у вас просто крут. Я глубоко убежден, что в 2019 году не надо писать ни строчки кода, если вы хотите крут. Вообще ни строчки кода. Надо просто написать конфигурацию. То есть описать свои энтити в чем-то, в JSON, в YAML, в, не знаю, груви классах, в Java классах, в чем угодно. И просто сказать, хочу вот такой вот крут. Для этого существует уже множество инструментов. Огромное время назад был создан Grails, который уже, наверное, подзабыли, люди уже не помнят. Sprint Data REST, который говорит, все, дам вам, только сущность опишите, и все из коробки у вас получается. Есть огромное количество тулов, которые позволяют в интерактивном режиме это создать. Берете jhipster тот же самый, говорите, хочу энтити. Трахте бедок, получилось и энтити, и вьюшка к ней, хотите на реакте, хотите на ангуляре, и все готово. Не надо ни строчки кода писать. Это крут. То есть для крута мы берем совершенно другие инструменты. Есть query-driven. Что такое query-driven? Это когда вы заранее не знаете, какие запросы могут быть у клиентов к вашей доменной модели. Ну, к примеру, вы делаете такую штуку, которая называется advanced search, в которой говорится, что пользователь может сдать абсолютно любой критерий. Невозможно под абсолютно любой критерий написать сколько угодно много эндпоинтов. Это очень трудоемко. И поэтому явно, если вы берете стандартный подход, архитектурный стиль, который лейерный, вы начинаете долбить много-много эндпоинтов. Каждый раз, когда появился новый запрос, вы приходите, фух, еще один эндпоинт, сейчас я его накидаю. Это не то, что надо делать. Вы выбрали не тот архитектурный стиль. Если вы берете вот эту проблему, query-driven, то вам нужно двигаться от CQRS, то есть делать вьюхи данных под ваши задачи, потому что новую вьюху сделать очень легко. И вторая штука, которая вам поможет, которая очень активно развивается, это, к примеру, GraphQL. Потому что вы можете GraphQL положить на клиента, GraphQL серверную реализацию, и вся динамика появляется из коробки, не надо ничего писать. Вы просто опять описали мета-информации своей сущности, сказали, у меня есть вот такие сущности, по ним можно искать любой запрос, который вы только хотите. Можно вернуть три поля, семь полей, все поля, можно связать две сущности между собой, если они в описании связаны. Все, что угодно. Для этого не надо писать ни одной строчки кода. Видите, как правильный выбор архитектурного стиля позволяет вам огромное количество времени сэкономить. Зачем же мы тогда говорим про гексагональную архитектуру? Потому что существуют приложения, в которых есть бизнес-логика. Представляется, есть такие приложения. Не те, которые мы видим на демках, где нам показывают, сервис говорит hello, другой ему говорит hello, what's your name. Это не бизнес-логика. Именно поэтому, когда нам показывают такую демку, не надо применять гексагональную архитектуру. Там можно написать, как угодно, и оно будет работать. Потому что это hello world. Когда мы говорим про бизнес-логику, про калькуляции, про то, что мы должны еще миллиону тех, кто нас слушает, послать ивенты, обработать их, послать назад нотификацию, еще что-то, то это бизнес-логика. И вот тут появляется вопрос о том, что ее, как говорил нам Тони, завещал, лучше хранить в одном месте. И вот тут появляется нужда в гексагональной архитектуре. То есть она хороша только здесь. Поэтому, когда вы потом натягиваете гексагональные подходы и говорите, а вот я хочу просто крут сделать. Да, там не надо делать никакой гексагональной архитектуры. Вы берете готовый фреймворк, делаете мета-информацию и делаете run. И все работает из коробки. Окей? С этим понятно? То есть мы дальше будем говорить только о том, где есть бизнес-логика, где она присутствует. В чем же заключается вот этот вот альтернативный гексагональный мир? Он заключается в том, что вместо того, чтобы мыслить об этом как о лейерах, мы думаем об этом как о ядре, где находится наша бизнес-логика. Вот она называется здесь application. И фактически это грамки и реализации наших юзкейсов, которые у нас есть. Бизнес-юзкейсов. То есть мы пытаемся взять все доменные entity, которые мы сделали и реализовать саму бизнес-логику, ядро бизнес-логики. То есть мы говорим, если кастомер оформляет ордер, то должно случиться вот это. То есть, к примеру, должен посчитаться total, мы должны ему предложить discount options и так далее. Это все расчеты бизнес-логики. То есть фактически это то, что мы должны имплементить внутри, в ядре. Теперь вопрос о том, а как это может быть использовано. А это может быть использовано в любом случае из консоли, из браузера, из мобильного приложения. Нам не важно, откуда это может быть использовано. Для нас, как для application-логики, мы не завязываемся на то, что существуют еще какие-то лейеры. Мы всего лишь говорим, что мы выставляем API к нашей бизнес-логике. И получается, это называется портом. То есть то, что мы даем наружу, это порт. Есть порты, которые мы выставляем наружу, есть порты, которые мы выставляем в другую сторону, для того, чтобы кому-то что-то отдать. Одним из таких портов, часто употребляемых, является сохранение данных. То есть мы говорим, можно сохранить этот ордер. Заметьте, мы не говорим, куда он сохранится. Он может сохраниться в релизионную базу данных, в MongoDB, в Кассандру, куда угодно. Мы имеем возможность через порт сохранить данные и запросить данные. Это значит, что если сегодня нас устраивает релизионная база данных, то мы сделали имплементацию на релизионной базе данных. Завтра нас она не устраивает, мы поменяли ее, и никакая бизнес-логика не изменилась. Правильно? Когда мы общаемся с заказчиком, и он говорит, смотри, надо посчитать вот это и потом сохранить. Он же не говорит, создай две записи в базе данных, вот эту свяжи вот с этой, и вот тут не забудь по foreign key проверить unique constraint. Его это не интересует, а слово совсем. Правильно? Это наши детали реализации. Его интересует, чтобы была реализована бизнес-логика. А все остальные вещи должны уходить в детали реализации storage. И это должно быть разнесено. То есть core business-логики должен остаться таким, как есть. В итоге у нас получаются порты, которые торчат наружу, и адаптеры, которые адаптируют непосредственно каждый из этих портов на конкретную технологию. Ну, то есть, к примеру, мы вызываем что-то из web UI. Что такое web UI? Это значит, что мы выбираем протокол взаимодействия между клиентом, это браузер, и сервером. Раньше это мог быть только HTTP. Мы всегда говорили, это только HTTP. Сейчас это может быть все что угодно. У нас есть бинарные протоколы, которые идут поверх HTTP. У нас есть возможность открыть web socket и из браузера напрямую обмениваться по бинарному протоколу. Мы выбрали протокол. Это то же самое. Бизнес-логика от этого никак не изменилась. Это протокол взаимодействия. И теперь мы к этому протоколу взаимодействия написали адаптер, который говорит, если клиент работает по web socket и хочет нас вызывать, пожалуйста, он адаптирует это вот так. Если у нас есть другой клиент, например, тестовый клиент, который хочет вызывать это из какой-то своей админочки или UI-чки или из тестов, то он пишет адаптер просто на тестовую логику. К примеру, если я хочу вызвать какой-то API, который находится в сервисах, и я хочу дернуть его из тестовой логики, мне даже никуда ходить не надо. Я его просто дерну из кода. Я подниму сервис и вызову его. Мне не надо даже писать никакие адаптеры на HTTP или поверх web socket. Если я хочу здесь, например, записать в какую-то моковую базу данных, многие из вас пользуются этим подходом и поднимают, например, in-memory базу данных и говорят, окей, я для тестов не буду использовать настоящую базу данных. от этого бизнес-логика не станет ни шире, ни уже. Но при условии, если я бизнес-логику действительно имею здесь, если бизнес-логика находится в моем SQL-запросе по большей части, то, естественно, не получится сделать так, потому что тогда часть бизнес-логики уже уехала за пределы порта и она находится частично в адаптере. Я такой же SQL-запрос не смогу повторить на нерелационной базе данных. И тогда, получается, часть бизнес-логики потерялась безвозвратно. Окей, с этим понятно. Как сказал бы Тони, достаточно очевидную, как обычно, вещь, что для того, чтобы присоединиться к порту, нам нужен адаптер. Мы в этом мире живем очень-очень долго уже. Все владеют манипулятором типа мышь. Манипулятор типа мышь подсоединяется к компьютеру посредством чего? Драйвера. У каждого вашего манипулятора типа мышь можно использовать с разными совершенно операционными системами. И важной особенностью является, что вы не меняете мышь под разный компьютер. Вы берете одну и ту же мышь и пишете другой драйвер. Но вы не пишете, пишут производители операционных систем, чтобы на их компьютере потом на их операционной системе эта мышь подключилась. То есть, соответственно, здесь ровно то же самое. Написав одну и ту же UI-ку, если вы хотите подсоединиться к другому бэкэнду, вы пишете новый драйвер, то есть новый адаптер, если вы хотите к другому порту, если у вас появилась необходимость например, ту же самую бизнес-логику вызывать из сообщений, ну, приходят вам сообщения, смс-ки, там, не знаю, или месседжи в Кавке, или месседжи в RabbitMQ, абсолютно не важно, такие же управляющие сообщения, то вы просто делаете новый адаптер и получаете ровно ту же информацию, ровно ту же бизнес-логику. То есть бизнес-логика ни капельки не меняется от того, пришло это через Kafka Message или пришло это через REST Call. Вот, получается, в реальной жизни наша application-логика обрастает кучей адаптеров, да, у нас есть браузер, e-mail, если вы видели на практике, как это происходит, кто-то пользуется GitHub, есть такое, много пользуется GitHub, вот, вы видели, что там можно, например, если вам что-то прислали, например, делаете ревью какое-то, можно ответить на e-mail и у вас произойдет экшен какой-то. Кто-то пользуется, может быть, Jira, есть такой тул, да, и вам приходит какое-то описание, что кто-то поменял что-то в тикете, в таске, и вы можете ответить на e-mail и произошли изменения в таске. Это очень классический пример управления через e-mail. Как вы думаете, они переписали всю бизнес-логику, чтобы теперь через e-mail такая же бизнес-логика происходила? Нет, они написали другой адаптер. Теперь, когда приходят через e-mail управляющие сообщения, они берут и вызывают ровно ту же бизнес-логику. То есть, все, что нужно поменять, это адаптер, потому что управление через e-mail это транспорт. Бизнес-логика не должна измениться от этого. Классический второй пример это storage. Мы запускаемся на облачном storage или мы запускаемся, например, я запускаюсь на MySQL, а я захотел запуститься на RDS. Я не хочу ничего менять, ничего же не изменилось, правильно, для меня? Я должен поменять драйвера, создание, управление моей базой, но не более чем. Бизнес-логика никак не поменялась. Я перешел на Postgres, бизнес-логика никак не поменялась. Никак вообще ничего не изменилось для клиента. В старом мире, который мы строили раньше, бизнес-логика хранилась в хранимых процедурах. Поэтому, понятное дело, если я написал кучу хранимых процедур на Oracle, очень тяжело перейти потом на MySQL, например, или на MongoDB, не переписать хранимые процедуры на MongoDB. Поэтому это было bottleneck. Сейчас его то в bottleneck нет. И поэтому, притаскивая сюда технологии, мы видим, что может быть миллион разных портов и адаптеров. Адаптер под REST, SOAP-адаптер, который точно так же по веб-сервисам. Вот мы, например, писали в предыдущий год большой продукт, который интегрировался очень много с Legacy-сервисами. И в то же время должен был и с Modern-сервисами интегрироваться. И получается, мы же не будем переписывать эту бизнес-логику два раза. Мы просто писали аккуратненько два адаптера. Один на современное, на REST style API, а другой на SOAP API. И нас дергали и с одной стороны, и с другой стороны, и мы абсолютно спокойно не меняли бизнес-логику. И можно было и с третьей стороны для тестирования еще что-то сделать. Вот. Надо вам e-mail, надо вам месседжи. Все точно так же аккуратненько подключается, и вы спокойно знаете, что в любой момент времени, если какая-то технология изменится и станет не очень подходить вам, вы абсолютно легко и измените реализацию только адаптера и не затронете бизнес-логику. И это круто. Помните такую картиночку, да? Почему она родилась? Вот это монолит, это микросервисы. В этой картиночке есть очень много истины, потому что получилось, что мы не осилили сделать даже монолит и сказали, а вот микросервисы легко. Майкросервисы принесли огромное количество дополнительных сложностей, потому что распределенная система, eventual consistency, у многих в голове эти вещи не укладываются даже, да? Они их не могут объяснить и не могут объяснить, как такого достичь. Например, как сделать распределенную транзакцию. Помните раньше эту транзакцию, куда все гадили, да? Как ее теперь сделать? У людей полный ступор. И мы не осилили монолит, но верим, что мы осилим микросервисы. Картиночка очень давняя, не осилили. Ну, то есть, резюмируя состояние на сейчас, у многих гигантские проблемы с микросервисами, вот, и они их пытаются исправить новыми слоями абстракции. Например, мы пытаемся перенести кучу всех вещей, которые отвечали за связывание микросервисов, перенести в такие концепции, как сервис-меш, и сказать, что, ну, вот мы не осилили, а вот сервис-меш и все, линк-рди, они точно осилят. Это шумные дяди пишут, поставим их везде, да, и точно будет все зашибись. Вот. И с каждым новым уровнем абстракции мы уходим все дальше и дальше от правды. Как развивалось это все? Получилось, что давным-давно, когда эти концепции только придумали, наш архитектурный стиль напоминал спагетти, то есть у нас все было смешано. Вот все вот эти вещи, когда мы хотели разложить по полочкам, не было ни инструментов, ни практик для того, чтобы вот эти все вещи практиковать. В итоге люди начинали делать domain-driven design, говорят, сейчас по пакетам разложим, да, разложили сначала по пакетам красиво, а потом пошло-поехало, уже все пакеты переплелись, кто-то принес вообще какой-то левак положил, ну, и полный трэш получался. Вот, то есть я даже видел продукты, которые начинались вроде как с правильных вот этих вещей и потом приходили в хаос. Потом мы пришли все-таки к лейерам и сказали, ну, давайте хотя бы не будем из GSP. Кто жил еще при GSP? Ху-ху, смотрите, мы все старожилы. Помните, в GSP можно было прямо SQL-кода нахерячить? Была такая штука, называлась скриплет. Мы смеялись тогда с PHP-шников, говорили, ха-ха, отстой, вот скриплет прямо в GSP-странице, вот это огонь, блин. Вот, и кто-то, кто чуть-чуть, ну, умел мыслить, говорит, так это же то же самое, чуваки, они же так же бомбят прямо в этой страничке. Мы ничем не отличаемся, мы такие же говнокодеры. Вот, и люди защищали GSP, говорили, это классно, давайте прямо там мы будем бомбить, это же производительно. Прямо тут вот, хоп, SQL-запрос пошел. А в какой он транзакции? Хрен его знает, я не разбираюсь в транзакциях. Я пошел и сделал запрос. Вот, и понятное дело, что это долго не могло развиваться, да, потому что, ну, было очень много проблем у таких аппликейшнов, и с перформансом, и с секьюрити, со всем что только можно. И мы сказали, все, лейеры, все, вот этот лейер, из него нельзя, ну, можно ходить вниз, но нельзя ходить наверх. То есть, вот нельзя там SDB, опять дерну там GSP, да, нельзя перескочить через лейер. Вот все, лейеры, это правильно. И долгое время жили вот в этой лазанье, ориентированной архитектуре. Но она хотя бы как-то приблизила нас к domain-driven. И тогда уже люди говорили, о, я теперь на вот среднем уровне, помните, для детей, которые были у нас, где бизнес-логика, разложу по пакетикам свои сущности доменные, и это будет domain-driven design. Естественно, оно мало, что напоминалось domain-driven design, но сущности были, они появлялись. Вот, потом мы перешли к равиоле с 2010 года, это эти микросервисы, да, мы изначально начали с микромодулей, OSGI, помните такую технологию? Кто еще сейчас использует OSGI? Сзади, вот поэтому вы и сзади. Забудьте, это прошлый век, ребята. И тогда вот это начиналось с OSGI, это были попытки, а давайте разделим что-то, да, на кусочки. Хреновая была попытка, откровенно, да, столько люди убили усилий, в то, чтобы оно взлетело, оно нифига не взлетело. Вот, сейчас микросервисы взлетают, у кого-то взлетело, классно, Netflix, там все дела, вот, где-то не очень хорошо взлетает. И мне кажется, что у нас в Java-мире, вот, самым важным game-changerом таким, послужил Spring Boot, потому что Spring Boot стал своеобразным энейблером. То есть, у нас раньше было очень много вещей, которые мы писали руками. Кто-то говорил, давайте напишем адаптер, и это означало, ого, напишем. Ну, уже очень плохое, плохо звучит, да, так у тебя можно наговнячить в одном месте, и все работает, напишем адаптер. И все такие, не, не, давайте не будем как-нибудь, да, только, ну, со следующей функциональности начнем. эту функциональность еще так сделаем, вот, следующую обязательно, с адаптерами, bounded context, и все дела. И мне кажется, что вот это логотип Spring Boot, помните все, да, и вот у них картиночка такая, вот видите, Spring Boot подсвечивает, да, на что? На гексагонал. Это, я думаю, не совпадение, на самом деле, да, и Spring Boot стал вот этим энейблером для гексагональной архитектуры. Традиционный, традиционной ориентации микросервис, да, написан на Spring Boot. Это значит, что у него есть какие-то UI, API, то есть кто-то его дергает как-то через мобильный, ну, то есть что-то торчит во внешний мир. У него есть storage, это может быть кюшки, это может быть базы данных, реляционные, нереационные, абсолютно неважно какие, да, куда он пишет что-то. У него есть другие микросервисы, правильно, или внешние сервисы, которые для вас являются внешними. Facebook API, еще какой-то API, Tinder, я не знаю, любой API, который вы используете, и ваш же API, соседа, вашего соседнего микросервиса. Вот это примерно такой микросервис в простом виде. Это же микросервис, правильно? И получается, что ядро этого микросервиса, это должен быть просто плоский код. Ну, имейте в виду, вы просто должны взять сущности, реализовать бизнес-логику, внимание, если она у вас есть. Мы сейчас вот в том мире, где она существует. Если нет, все вот это схлопывается в один какой-то тул, который вы берете, делаете к нему конфиг и раноете этот микросервис. Если не строчки кода. Вот. И получается, Spring говорит, вот тут у нас будет Spring MVC. Кто помнит, как контроллеры Spring MVC выглядят? Вы просто объявляете очень-очень простой класс, да, ставите N аннотации, можете бомбить их там много-много, да, разные, и вуаля, все заработало. Под капотом, если вы посмотрите, сколько бинов поднимает автоконфиг для Spring MVC, там несколько десятков бинов поднимается, для того, чтобы эта вся магия работала. Раньше все это писали люди руками, я вам открою секрет. И получается, что сейчас, когда я говорю, так давайте сделаем наш TTP нормальный адаптер, то сейчас это обозначает, что мне надо написать три строчки кода и поставить несколько аннотаций. И это не становится блокером, все говорят, да, для чистоты, конечно, вот тут будет контроллер. И, конечно, сейчас никто не убеждает, что в контроллере не должно быть логики и что контроллер не должен лезть в базу данных, потому что все говорят, ну, конечно, вот он будет красивенький, такой вот, как мы его сделали, аннотациями разметили, класс. Если мы говорим про API, опять же, Spring MVC или интеграция с чем угодно другим, да, если мы используем чей-то внешний API, мы можем подключить, как мы увидим, другие клиенты, которые уже за нас реализованы. Если мы работаем с базой данных, то мы используем Spring Data. Spring Data кто-то использовал? Вы видели, как это просто, да, то есть вы берете, просто объявляете интерфейс, репозиторий, выбираете, какая кобилити вам нужна, ну, то есть что вам нужно. Paging Consortium, пожалуйста, вот вам Paging Consortium. Хотите иметь просто репозиторий базы, выбирайте CRUD репозиторий, да, надо вам что-то от GPA возьмите, GPA репозиторий. После этого пишите свои запросы в виде методов интерфейса. Максимум, максимум, вы пометите аннотацией Query и напишите Query. Вау, это я уже серьезный программист, не просто там Spring Overflow Oriented, да, Driven, а уже такой, знаю, как писать Query. Если я работаю с очередями, то это Spring Messaging, то есть я просто беру ровно точно так же, объявляю, что вот там у меня есть некий топик, который у меня подписан, и я хочу просто что-то получать. Вуаля, у меня все есть. То есть это адаптеры, которые стали писать очень просто. И поэтому это пропагандируемый в Spring Boot способ. Spring Boot говорит, отделите себя от внешнего мира с помощью всех тех адаптеров, которые мы для вас уже написали. Только разметьте их хорошо аннотациями и все. Точно так же, когда мы работаем с внешними сервисами, мы берем REST template, это для плохих ребят, или Fane, для тех, кто хочет действительно писать классные интерфейсы. Кто пользуется Fane? Не так много людей. Fane – это как Spring Data в мире внешнего API. То есть вы объявляете интерфейс и все. Все остальное за вас делают. Помечаете, естественно, помечаете аннотациями, куда же без аннотации. И все, и у вас все готово. Получилось так, что теперь у нас благодаря этому Enabler'у круто стало все. Мы только в сервисах можем иметь свою бизнес-логику, иметь вот эти entity, которые между собой работают и так далее. Этому нам надо научиться, потому что нету навыков многих, но теперь это стало абсолютно легко. Теперь не надо там каких-то сложностей испытывать. И не забываем, что это микросервис. То есть у него один bounded контекст. У него не надо теперь гадить в одну транзакцию. Нету этой проблемы. Вот. Получается, что теперь разработчики благодаря этому… А, и если у нас есть какие-то контракты, то мы можем их тестировать и поддерживать с помощью Spring Cloud Contracts или Пакта. Получается, что разработчики благодаря этому могут сфокусироваться наконец на бизнес-логике, то ради чего их нанимают. Не писать контроллер за контроллером. Как я помню, раньше мы реализовали Extents Abstract Form Controller. И ты начинал New Form и получи параметр из реквеста. Второй параметр из реквеста. И в этот null добавь валидационную ошибку. Все это не надо делать уже. Все сделано за вас. Просто в виде адаптеров на разные технологии. Вот. И Тони бы сказал, так это круто, потому что лучший фокус позволяет нам достичь лучших результатов. Вот. Я бы показал вам кода, но не буду это делать ввиду технического нашего не очень хорошего сетапа. Я вам дам просто ссылочку, вы посмотрите. Все равно есть блокеры. То есть все они все равно, не все так красочно и просто. Потому что большинство баз данных по-прежнему оставили для нас вот это наследие в виде бизнес-транзакций. И мы по-прежнему не всегда умеем ими нормально пользоваться. Но у скейли базы данных принесли нам новый мир и люди им пользуются и там в большинстве нет транзакций. В том виде, в котором мы их привыкли видеть. Мы должны привыкать к тому, что eventual consistency, другие вещи, это то, как по-хорошему надо проектировать системы. Реалляционные базы данных должны оставаться вот в этом маленьком bounded контексте и тогда все будет хорошо работать. Вторая штука это валидация. С ней на самом деле все более-менее хорошо, но традиционно получился такой прикол, что валидация родилась из старого мира трехслойки. И у всех в голове укоренился паттерн, что она должна быть на входе. Ну вот как только пришло к тебе что-то, сразу это провалидируй. И в итоге получается, что все начинают, ну кто еще не привык, не перестроил мировоззрение, все начинают колбасить валидацию где? В контроллерах. Естественно, когда потом прилетает месседж, ну или email, который должен тоже провалидироваться, опять дублируется эта валидация, только теперь уже в email процесс, в адаптере или в месседж адаптере. И получается, мы дублируем валидацию. Вместо этого надо привыкать, что мы должны валидацию, валидация это часть бизнес-логики, выносить ее на сервисы, на то, что является нашими портами. Следующий это тонкий, ой, точнее толстый клиент. И вот тут проблема такая непоколебимая, потому что клиент становится все толще и толще, и вот эту бизнес-логику, помните Даша, которая искала ее по всему стеку, вот она по-прежнему будет разделена во многих аппликейшнах, к большому сожалению, потому что люди действительно видят, что гораздо проще реализовать часть флоу прямо на стороне клиента. И вот эта большая болезнь, вот ее очень тяжело лечить на самом деле. DB-тюнинг, почему мы писали вот эти все запросы, тюнили их, на native query переходили, потому что мы хотели добиться перформанса, мы хотели, чтобы было быстрее, чтобы меньше данных выгружать и так далее. Здесь на самом деле такая палка о двух концах. С одной стороны, перейдя на микросервисы на очень узкие bounded контексты, такие запросы станут писать проще, и не надо будет для этого там что-то выдумывать, потому что сущностей будет не столько. Вы не будете иметь возможность заджойнить все, что только можно. Я пока рекордсмена, которого видел, это 42 джойна. Это вот когда человек говорит, дай мне все, everything. Вот, такой возможности не будет, потому что у тебя всего три сущности или пять в твоем микросервисе, и ты уже джойнить должен по-другому, ты должен джойнить где-то на агрегаторе или еще где-то, но они явно не на уровне базы данных. Поэтому проблема уходит, но она все равно есть там, где очень важен перформанс, там, где нужно писать native query и тюнить их. Ну и, наконец, модель мышления. Это, наверное, самый главный блокер. Ее можно перестроить, но для этого надо ее перестраивать, как сказал бы Тони. Невозможно перестроить модель, не начав этот процесс. Итого. Давайте подведем какие-то итоги. Самое первое и важное. Начинайте перестраивать вот этот вот свой майндсет от лейерной архитектуры для детей, которые у вас там спрашивали когда-то на собеседовании, вы рисовали ее довольны, что вы все знаете. Понимайте, что уже разные требования и разные архитектурные стили могут применяться. Попробуйте использовать порты и адаптеры. У нас есть Spring Boot как замечательная платформа. У нас появляются другие платформы. Quarkus, как тому пример, и другие. Java и Е пытаются там как-то впрыгнуть в этот поезд еще. У нее не получается, как всегда, но там кто-то еще все-таки движет. Нет, это сейчас Jakarta и Е, простите. Нельзя говорить Java слово. Попробуйте идти от бизнес-логики как основной. Уходите вот от этих псевдо-объектов, где у вас только сервис, контроллер и репозиторий, и ни одного другого объекта не существует в системе. И они между собой вообще никак не координируются, являются хранителями данных. То есть такие DTO-шки. Уходите в то, что сами доменные объекты должны выполнять бизнес-логику. Научитесь использовать существующие Spring Boot модули для всего. Есть Spring Cloud, еще огромный мир, где есть куча, куча, куча всего, которые могут помочь вам реализовывать любую связь с внешним миром легко и непринужденно. Почитайте еще раз и переоцените Domain Driven Design и его идеи заново. Я надеюсь, что это будет толчком. Ну и, наконец, будьте вот тем счастливым единорожком, прыгающим через радугу, который действительно применил с пользой у себя Domain Driven Design и получает от него действительно пользу для своего бизнеса, для своего аппликейшена. Я надеюсь, что вам понравилась эта история, и вы посмотрите, по крайней мере, глубже на это. Если вы хотите чуть глубже посмотреть и посмотреть на примерах кода на какие-то антипаттерны, как не надо делать, как надо делать, мы проводили, по-моему, весной этот метап, он назывался Java с человеческим лицом, очень странное название, но там мы часа 3, наверное, 3,5 и с примерами кода говорили на эту тему. Есть ссылочка. Опять же, кто был внимателен, в самом начале я говорил, проще всего зайти на материалы, на XP Injection, там есть она и ссылочка, и слайдики, и все остальное. Вот. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, это было интересно и полезно. У нас не осталось время на вопросы, ну и какие тут могут быть вопросы, на самом деле, да? Вот. Поэтому, если у вас есть вопросы, подходите, задавайте. Я буду здесь до конца дня. Завтра у меня закрывающий кейноут, поэтому вы можете найти меня и задать любые вопросы, которые у вас есть. Спасибо. 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 Спасибо.